Олимпиады, что хотелось бы сказать. Ещё до начала Олимпиады было ясно, что нас не пускают в песочницу. Мы всё время хотим играть по тем правилам, которые нам навязывают. До сих пор пытаемся играть по этим же правилам. Потом, когда нас выгоняют из песочницы, мы начинаем дико обижаться, нас обидели, забрали какие-то игрушки. Понятно, что дело серьёзное. Люди кладут жизни, здоровье, не щадя своего живота, как говорится. И потом вдруг такой конфуз их выкидывают в самый неожиданный момент. Понятно, что это калечит жизни и судьбы. Но если говорить глобально, то вспомним, откуда вообще появились Олимпийские игры. Какое отношение они имеют к истории Руси и России. Вы обратили внимание, что когда несли Олимпийский огонь под Спасскими воротами, он, как говорится, совершенно случайно потух. Но это явный знак того, что всё-таки надо подумать о нашем формате спорта. То есть у нас должны быть отработаны свои концепции, которые должны быть выработаны на началах соборности. Чтобы спорт не разделял людей, я объединял. Поэтому надо делать, значит, нечто своё, параллельное. Не обязательно это будет называться Олимпийскими играми, может быть, чем-то другим. Со временем, не сразу, они станут, может быть, и в мировом масштабе, как говорится, вырастут. Поэтому на эти Олимпийские игры с той стороны. А с нашей стороны едут православные русские люди. Естественно, что это элемент гибридной войны. С нами воюют всеми возможными способами и средствами. Поэтому нужно понимать, что в этом ничего удивительного нет. Это всё глубоко закономерно. И удивляться, когда с нами ведут реальную войну, что нас оттуда-то выкнули и куда-то на какой-то порог обрестили. Но это неразумно. Как говорят, Ельцин, Ельцин, конечно, отойти. Или на какой-то саммит он сдал Сербию. То есть вот цена. То есть нам нужно платить такую цену? Нет. Поэтому мы должны спокойно на своём собственном историческом основании строить будущее. И не бояться никаких конфузов на чужой платформе. Потому что это совершенно закономерно. Вот вам спасибо. Так, значит, это, Илоне передаём.